Живейший интерес вызывает судьба бывшего министра Сердюкова. Вот недавно было сообщение, что он якобы стал советником компании Ростехнологии, потом было опровержение, что это не так. Не могли бы вы прояснить ситуацию, что с Сердюковым? Спасибо. Что касается внутри российской проблематики и скандалов вокруг Министерства обороны, очень жаль, что они возникли. И, как вы знаете, я принял решение отстранить министра Сердюкова от занимаемой должности. Именно потому, что возникли сомнения в способности его как министра руководить процессами, связанными с собственностью. Но ни следствие, ни суд тем более, никаких претензий личных к Сердюкову не предъявляют. И я хочу обратить на это ваше внимание. Это значит, что это общая цивилизационная практика. Человек считается неиновным до тех пор, пока суд не определит его виновность. Ну и что? И нужно теперь, что не имеет права вообще нигде работать? Обращаю ваше внимание, что работа советника не связана ни с управлением собственностью, ни с управлением какими-то трудовыми коллективами. Это чисто экспертная работа. Но по поводу того, что он работает в каком-то качестве, в качестве, допустим, советника в Ростехнологии, она неверная. Он пока нигде не работает. Но если он куда-то захочет трудоустроиться, его будут брать, не считая, что мы должны препятствовать. Человек имеет право на работу, имеет право где-то работать. У нас же не 1937 год.